В теле есть такие вещества, как молекулы эмоций. Бог дает вам физическую картину действий разума и души. Доктор Кэролайн Лив, патолог коммуникации, когнитивный нейробиолог, библейский и научный эксперт по мышлению. Когда вы измените свое мышление, люди увидят, как блестят ваши глаза, ваше тело будет выглядеть иначе. С большим энтузиазмом ее вновь и вновь приглашали на программу «Славьте Господа». Кэролайн, почему она всегда должна быть права? Потому что она, как и я, женщина. Ее дар помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим телом. Поверьте в Бога, говорите своей горе, и она вернется в море. Это буквально происходит в вашем мозге. Ветви появляются день за днем. Более 20 лет она изучает науку мыслей и раскрывает тайны мозга. Есть хорошая новость. Есть только два типа эмоций – любовь и страх. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями и вашим интеллектом. Когда эти эмоции в подсознании, где хранятся воспоминания, они все еще эмоции. Когда они переходят в сознание, вы чувствуете свои эмоции. У вашего мозга огромный, нераскрытый потенциал. Когда кто-то вас критикует, это вас ранит, идет эмоциональная реакция, и все вместе образует мысль. Освободитесь от ограничений мышления. Найдите данный Богом дар. У вас могут всплыть и плохая, и хорошая мысль. Вы можете контролировать этот процесс, потому что чудно сотворены по образу Бога. Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Кэролайн Лив. Что такое эмоции? Что такое чувства? Можем ли мы их контролировать? Мы можем контролировать чувства и эмоции. Каждая мысль в вашей голове – это физическая реальность. Она содержит не только информацию, но и эмоции. Мы чувствуем их. Эмоции хранятся в подсознании. Там же хранятся миллионы мыслей. В вашем сознании одновременно находятся только 4-7 мыслей. Когда мысль переходит в сознание, она становится чувством. Мы ощущаем эти эмоции. Мы можем их контролировать. В ту минуту, когда мысль находится в сознании, ее можно изменить. А значит, мы можем менять свои чувства. Помните, что чувства – это то, что мы ощущаем. Когда мысль в сознании, пока она в подсознании, она лишь эмоция. Когда мы приходим к Богу, Он помогает нам разобраться с этими эмоциями. Мы обезвреживаем мысль и избавляемся от лишних эмоций. Избавляемся от чувства. Мы можем контролировать свои эмоции. То, как мы реагируем на события и обстоятельства жизни, определит уровни нашего стресса, а также уровень нашей жизни, работу нашего разума и то, как мы справляемся с жизнью и как мы ожидаем справляться с жизнью в будущем. Каждая мысль, которую вы строите внутри своего мозга – это физическая реальность. Эти мысли содержат не только информацию, но и эмоции. К примеру, кто-то вас критикует или что-то говорит вам, и это вас ранит. Эти слова – информация, поэтому приходит эмоциональная реакция. Все это образует мысль и сохраняется в подсознании. Если вы будете долго об этом думать, эта мысль станет частью подсознания. Когда дерево с этой мыслью и эмоциями переходит из подсознания в сознание, тогда эти эмоции переживаются как чувства. Чувства – это физические переживания эмоций, которые есть в нашем разуме и в нашем теле. Вот в чем разница между эмоциями и нашими чувствами. Это переживания эмоций, которые есть в нашем разуме. Вы можете похоронить свои эмоции, но знайте, вы хороните то, что остается живым. Доктор Кэролайн Лифф Послушайте, как творчески сотворил вас Бог и какими сильными вы сотворены. Прямо сейчас, со скоростью 400 миллиардов действий в секунду, вы генерируете квантовый сигнал в вашем мозге, пока обрабатываете слова, которые я говорю, и изображения на экране. Вы обрабатываете слова, которые являются сигналом, поступающим прямо на уровень ДНК. А ваше ДНК будто бы включается свет. Начинают вырабатываться световые сигналы. Когда вы производите этот свет, включаете его, сигнал достигает ДНК, и она запускается. Запустившись, ДНК производит белки, которые группируются и образуют мысли. В процессе включены и вещества, которые переносят эмоции, потому что это химические вещества, мы называем молекулами эмоций. Бог дал вам физическую картину действия разума и души, которые сотворены, чтобы быть под управлением Духа. Каждая ваша мысль всегда, каждый раз станет физической реальностью внутри вашего мозга. Внутри нашего мозга всегда есть мысли. Они реальны, они занимают жилища вашего разума и образуют деревья. Мысли, которые мы строим, подобны деревьям. Мы думаем, выбираем и строим эти деревья внутри своего мозга. Они имеют свои ветви и листья и хранят всю информацию. Но есть еще один компонент. В каждую мысль всегда заложена эмоция. Перед нами лес из деревьев. Идет дождь. Взгляните на деревья, и вы увидите капли дождя на листьях. Эмоции как раз похожи на такие капли дождя, буквально. Эмоции хранятся внутри вашей мысли в виде вещества. Каждая построенная вами мысль всегда несет в себе это вещество, и оно похоже на дождевые капли на листьях. Это физическая реальность внутри вашего мозга, которую Бог обеспечивает для вашего разума как компонент Духа. Дорогая доктор Лив, хочу поблагодарить вас за ваши блестящие книги и видео. Меня очень вдохновили слова и взгляды, которые вы демонстрируете. Я подумал, вот это да. Я хочу быть таким же, как и вы. В Финляндии за облачные уровни тревожности и депрессии у меня очень сломленное и болезненное происхождение. Ваши книги и видео чрезвычайно помогли мне в моем анализе контроля над своими эмоциями, поведением и мыслями. Вот краткий обзор перемен в моем мозге. Я когнитивно избавился от тяжелой депрессии, которая вызывала мысли о самоубийстве и проблемы с поведением. Я начал вслух ободрять себя во время прогулок или пробежек. Это был важный момент, который значительно изменил всю мою жизнь. Теперь это примерно как 4 года. Я уже свободен от депрессии. И впервые в жизни я по-настоящему живу. Я очень этому рад. Спасибо еще раз. Ваш друг Маркус. В мозге есть еще одна структура, которая демонстрирует эту мысль. Она называется миндалина, и она очень маленькая. Сейчас покажу, где она находится. Если я засуну свой палец глубоко в свой глаз, то как раз коснусь этой миндалины. Не делайте этого, хорошо? Она прямо здесь. У нас две миндалины, два маленьких, отростка круглой формы. Они подобны библиотекам. Это библиотеки восприятия. Каждый раз, когда вы думаете и выбираете, вы строите воспоминания. Вы выстраиваете воспоминания в свой мозг. Теперь самое удивительное, встраивая воспоминания в мозг, вы не только сохраняете информацию на листиках. В этом процессе также участвуют вещества. На научном языке эти вещества называются молекулами эмоций. И это интересно. Вы не сможете построить дерево без этих веществ. Построение дерева и рисунок вашей мысли, результаты мышления и решения включают в себя белки, электромагнитную активность, активность квантовой физики и химические вещества. Эти вещества переносят эмоции. Мысль, которую вы строите, может быть любой. Математика, бухгалтерская информация, научная информация, память о конференции или память о ситуации, что угодно. Вы постоянно сохраняете воспоминания. Это часть жизни. У каждого воспоминания есть этот эмоциональный компонент. Когда эмоция хранится в подсознании, там, где находятся все воспоминания, это еще эмоция. Но когда она выходит в сознание, вы чувствуете эту эмоцию. Чувство — это переживание эмоций. Вдобавок к этому Бог позволяет нам добавлять восприятие. А это еще один вид соединительного воспоминания, которое мы храним в своей миндалине. Итак, у нас есть библиотеки восприятия. В библиотеках хранятся книги с информацией, а восприятие — это ваша реакция на события. Информация и эмоция в мыслях, а восприятие — в миндалине. Они связаны. Когда вы выводите воспоминания в сознание, вы вспоминаете информацию, переживаете эмоцию, а также активизируете миндалину и переживаете восприятие. Вот как это происходит. Секреты мозга раскрыты. Маленькая область вашего мозга под названием миндалина хранит ваше восприятие и помогает вам прочитать по лицу человека, что он чувствует. Как мне контролировать свои эмоции и чувства? В вашем сознании одновременно находятся 5-7 мыслей. В тот момент, когда эмоции переходят из подсознания, в сознание мы ощущаем эмоцию как чувство. Чувство отличается от эмоций. Эмоции — это скорее способ хранения эмоционального компонента. Но когда она выходит в сознание, мы чувствуем эту эмоцию. Вот один из примеров. Человек страдает от посттравматического стресса из-за того, что был на войне и пережил травму. Мысли и эмоции, построенные им, подавляют его, потому что они болезненны. Когда что-то активизирует эти воспоминания, например, громкий звук, они выходят в сознание, и тогда чувства захлёстывают всё тело. И оно вновь будто бы переносится в прежнюю ситуацию, даже если это было 10 лет назад, чувствуется так, как будто всё происходит прямо сейчас для этого человека. Мы можем контролировать это. В момент, когда мысли выходят в сознание, они физически создают в мозге такой эффект. Однако в нашем разуме есть способность посмотреть на себя со стороны, выбрать, подумать и оценить это. Это было лет 10 назад. Постепенно вы строите другую мысль. Я чувствую себя так, но это больше не реальность. Это было раньше. Вы можете использовать стихи из Писания или другие вещи, но главное — начать строить другие деревья. В своём мозге строить новые деревья, чтобы заменить старые. Это поможет чувству страха отдалиться, поменяться на другое чувство. Так было раньше, но теперь всё по-другому. Я был свидетелем этих ужасных событий. Так можно справиться эмоциям. Менее травматичными. Чувства станут менее травматичными. Так что мы сможем их контролировать на самом деле. Итак, с этой стороны жизнь, а с этой стороны смерть. Здесь зона любви, а здесь зона страха. Большое дерево в зоне любви символизирует Бога, а маленькое — вас. Вы созданы по образу Бога. Здесь зона любви. Это зона нормы. Это ваша норма, ваш режим по умолчанию. Это то, кто вы есть. Учёные называют эту зону «настройка на любовь». Мы настроены на любовь. Это значит, что все наши системы, структуры, всё в нашем мозге, всё в физическом теле создано для позитива. Это норма. Ваша норма — это настройка на любовь. Мыслить по-доброму, правильно выбирать, принимать хорошие решения, мудрость. Вот ваша норма, потому что вы созданы по образу Бога. Он не состоит из страха. Бог — это любовь. Это духовная сила. Противоположная духовная сила — это страх. Эта зона символизирует страх. Это зона страха. Это противоположная духовная сила. Библия говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Это аномально. Это не норма. Эта зона символизирует всё противоположное. Здесь любовь, радость, мир, терпение, доброта, мягкость, верность, самоконтроль, восхищение — всё доброе, всё нормальное. Здесь дефицит радости, дефицит мира, дефицит счастья, злость, безысходность, уныние, раздражение, разочарование. Все эти эмоции аномальны, они ненормальны. Учёные говорят нам, что мы настроены на любовь, но научены страху. Мы учимся страху через те решения, которые принимаем в своей душе. Естественный дизайн, придуманный Богом, таков. Дух Святой информирует ваш дух, ваш дух информирует вашу душу, а ваша душа контролирует ваш мозг и тело. Мозг и тело выполняют инструкции разума, то есть вашей души. Ваша душа одной ногой стоит в двери духа, а другой ногой — в двери тела. Через душевную сферу разума, которая управляется духом, а тот должен управляться духом святым, вы контролируете своё тело. Но вы живёте в мире, где всё наоборот. Мы поклоняемся своему телу и прислушиваемся к тому, что оно чувствует. Это плотское христианство. В Писании сказано, что если вы не водимы духом, вас будет вести плоть. В этом суть. Вас ведёт либо дух, либо плоть. Тренировка для мозга. Перед вами семь золотых монет. Я разложу их на столе вот таким образом. Вы можете взять отсюда две монеты так, чтобы пять монет остались крест-накрест, и три по вертикали. Можете? Взгляните на них внимательно. Мы вернёмся с ответом скоро. Некоторые проблемы в нашей жизни невозможно решить быстро. Нужно понять, что не нужно вносить в своё тело наркотики, разные вещества или что-то другое. Даже чайная ложка алкоголя влияет на функции мозга. Одна крошка наркотика влияет на функцию мозга. Вы не можете просто добавлять или убирать химические вещества, которые якобы вернут вас в нормальное состояние. Приём наркотиков для того, чтобы покончить с грустью или депрессией — это не выход. Это может решить проблему на очень короткое время, но настоящая работа проходит в вашем разуме. Настоящая работа — это признать, применить подвиг Иисуса на кресте, простить и усердно трудиться в течение 21 дня. Ваш разум сильнее любого вещества, любого наркотика или лекарства. Мы видим это в медицине. Врачи видят, что эффект от любого лекарства зависит от того, как пациент настроен по отношению к болезни. Вчера мне пришлось проходить через новую систему досмотра в аэропорту, и они вскрыли каждую вещь в моей ручной кладе. Они открывали каждый крем в маленькой пластиковой упаковке. Я сказала, «Иисус, мне так нужно терпение». И мне пришло на ум, молись, не переставая, мило, улыбайся, пусть копаются в твоей сумке, пусть проверяют все подряд. На это нужны были усилия. Это было решение моего разума. Но я отреагировала токсично. Я прямо ощущала свое раздражение. Я жаловалась. Я все время так летаю. Мне пора идти. Иначе я опоздаю на рейс. Короче говоря, я взяла себя в руки, потому что я знаю, что происходит в моем теле. Ученые показали физиологически, что происходит, когда вы принимаете неверное решение. Даже если оно кажется мудрым, начать раздражаться — это неверное решение. Если бы я решила раздражаться, я бы начала производить пораженные белки. И эти пораженные белки сформировали бы в моем теле токсичное дерево. То, что происходит извне, — это внешний сигнал. Эти сигналы в вашем мозге активируют работу генов. Что-то приходит извне. Вы думаете, активируете уже существующие воспоминания, и вся эта комбинация вызывает рост белков и мозговых клеток. Давайте посмотрим, как выглядят клетки мозга. Это нейрон. Их в мозге сотни миллионов. Посмотрите внимательнее в верхнюю часть рисунка. Там находятся дендриты. Дендриты похожи на елочку. Это то, что вы строите прямо сейчас, пока я говорю. Когда вы принимаете хорошие решения, они здоровы. Когда плохие, они нездоровы. Если вы не избавляетесь от них, а держите в себе, фокусируетесь на негативе, тогда то, о чем вы больше всего думаете, будет расти и сплетаться вместе. Эти части мозга не изолированы друг от друга. Они соединяются с другими частями. Кто из вас вчера ложился с раздражением? Он встал утром с раздражением, раздраженно пошел на работу и весь день провел с раздражением. Если это не прекратить, день будет потерян. Кто из вас был таким, честно? Те, кто говорят, что никогда этого не делали, приходите сюда, мы изгоним из вас двух лжи. Тренировка для мозга. Итак, вы подумали? Семь монет расположены таким образом. Вы смогли убрать две монеты, оставив пять крест-накрест и три по вертикали. Смогли? Дам вам еще время. Итак, время вышло. Вот как это сделать. Убираем эти две монеты. Теперь у вас пять монет крест-накрест и три монеты по вертикали. Тренировка для мозга. Вы хирург мозга, потому что способны менять свое мышление. Вы настраиваетесь на то или иное. Вы, как хирург мозга, должны обновить свое мышление. Это значит, что вам нужно применить научный принцип нейропластики. Нейро — это значит мозг, пластика значит изменять. Поэтому вам нужно изменить свой мозг, обновить свое мышление, чтобы уметь оперировать на множестве уровней, принимая какое-то решение. Одновременно у вас могут появиться и плохая, и хорошие мысли. Вы можете контролировать этот процесс, потому что вы блестяще сотворены по образу Бога. Сколько раз вы были в такой ситуации с супругом, вы знаете, что плохо реагировали в прошлом, и когда ситуация приходит вновь, это токсичное дерево появляется вновь. Вы знаете, что не должны этого делать, но выбираете неправильное решение и тем самым добавляете несколько ветвей этому дереву. Оно вырастает еще больше. Хорошая часть вас смотрит на то, как вы реагируете, и вы знаете, что вы скажете. Вы знаете, каковы будут последствия, и все равно это делаете. Вы знаете, что пора брать над этим контроль. И хорошая часть вас говорит, «Хватит, пора меняться». Все это деятельность мозга. Когда вы выбираете изменения и решаете избавиться от старого, вы посылаете электромагнитный поток из хорошего в плохое, и он буквально начинает взрывать нейроны. Дисциплинируйте свои мысли. Этому можно научиться, потому что Слово Божье говорит нам пленять всякое помышление в послушании Христу. Это инструкция, и Бог никогда не говорит нам делать то, чего мы делать не можем. Первым делом нужно признать, что мы можем пленять свои мысли в послушании Христу. У мысли есть эмоциональный компонент, поэтому если мы пленим мысль, значит, мы пленим и эмоцию, поскольку она часть мысли. Это наш естественный дизайн. Мы прослеживаем это и в науке. Мы видим, что когда мысль поднимается в сознание и становится активной, мы ее чувствуем. Если это токсичная мысль, мы ощущаем токсичные эмоции. Если это хорошая, здоровая мысль, мы ощущаем здоровые эмоции. Ваше осознание этого процесса — это начальный этап исцеления. Ваше осознание помогает вам видеть. Я поступаю так и так, и чувствую вот это. Вы даже можете описать себе эти чувства. Вы можете наблюдать за ними. Это осознание помогает начаться процессу исцеления. Когда вы что-то осознаете, вы можете с этим что-то делать. Вы знаете из Писания, что у вас есть сила любить и здравый рассудок. Ваш режим по умолчанию — здравость. Мы видим это даже в науке. Мозг создан так, чтобы действовать в здравости, в любви и в силе. Прямо в эту секунду вы обрабатываете то, что я говорю, и строите мысли внутри своего мозга. Бог призвал нас обновлять свое мышление, чтобы люди смотрели на нас и говорили. У меня тоже будет то, что и у нее. Аминь. Когда вы меняете свое мышление, люди увидят, как ваши глаза сияют, как ваше тело изменилось, и как вы стали другими. Потому что Бог света сияет через вас. Вы честны и прозрачны. Вы построили отношения с Богом. Штампы прошлого меняются, и ожидание будущего становится нашей целью. Бытие 11.6 говорит, не отстанут они от того, что задумали делать. Вам нужно понять, что вы неординарны, что вы можете брать контроль, и у вас феноменальный мозг. У вас есть Дух Святой, и со всем этим вы можете добиться успеха. Настало время вступить в ваше истинное призвание стать нейропластиком. Тот, кто перенастраивает свой мозг, счастливый человек. Он распространяет Божью благодать. Только благодать Бога. Дорогая доктор Лив, я видела вас несколько раз по телевизору и слышала вас по радио. Вы всколыхнули во мне веру, которую снова нужно было разжечь. Мне нужно научить себя и моих отчужденных подростков верить Божьему Слову, пленять свои мысли в послушании Христу, наслаждаться и почитать уникальность мужчин и женщин. Снова спасибо, что вы отдали себя Господу, чтобы Он проявил свою цель в моей жизни, жизни моих детей и жизнях миллионов людей, которым вы так самоотверженно обращаетесь каждый день. Слава Богу за вас, дорогая сестра. Присцелла. Мы в Иерусалиме и идем по Виа Долороса. Это мой первый приезд в Израиль. Иногда, попадая в новое место, впервые вы ощущаете страх. Есть хорошая новость. Есть только два типа эмоций — любовь и страх. Еще лучшая новость в том, что любовь — это наш природный дизайн. Из любви рождаются другие хорошие вещи — радость, мир, доброта, мягкость, терпение и самоконтроль. Из страха, который является противоположностью, рождаются негативные вещи. Тревожность, волнение, обескураженность и разочарование. Это не просто страх перед чем-то. Он вбирает в себя все те вещи, в которых нет любви. Все эти негативные вещи — это ненормальная реакция. Вы настроены на любовь. Любовь — это нормальная эмоция. Страх — это усвоенная эмоция. Это не естественный дизайн. Вы можете его изменить. Средний человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очищать разум по ходу жизни, у доктора Лив есть для вас план. 21 день детоксикации мозга — это онлайн-программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить токсичные мысли здоровыми. Контролируйте негативное давление, плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолеете депрессию. Просто станьте здоровее. Посмотрите, как 7-10 минут здорового мышления в день сделают вас счастливее, здоровее и умнее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на сайт drlift.com У нас есть эмоции и чувства, мы можем их контролировать. Эмоции находятся в подсознании, а когда они переходят в сознание, мы ощущаем эти эмоции. Мы созданы так, чтобы контролировать их, но нам нужно прийти к Богу, чтобы Он помог нам их контролировать. Когда мысль переходит в сознание, у вас есть 10 минут, чтобы принять решение и либо двигаться дальше, либо застрять в этой негативной, токсичной эмоции. Вы не измените её за 10 минут, но они есть у вас, чтобы разобраться с ней. Иначе она станет ещё токсичнее, чем прежде. Проследите на этой неделе, что за мысли двигаются в вашем сознании. Проследите за эмоциями, которые становятся чувствами, пока они в подсознании этой эмоции. Переходя в сознание, они становятся чувствами. За 10 минут решите, токсична мысль или нет, и попросите Бога помочь вам обезвредить эту конкретную мысль. Вы можете сделать это, уделяя всего по 10 минут. Позвольте помолиться за вас. Господь Иисус Христос, спасибо Тебе, что вся наука придумана для того, чтобы помочь исполнить данные нам заповеди. Ты сказал нам не быть в страхе и негативе. Значит, Ты предусмотрел, чтобы мы имели способ преодоления таких вещей, дав нам невероятный разум, который может менять наш мозг. Спасибо Тебе, Господь, за это. Я молюсь, чтобы каждый, кто слышит мой голос, смог распознать, когда появляется токсичная эмоция, хаотичная эмоция, которая разрушает функции человека. Пусть они смогут распознать ее, признать и прийти к Тебе за помощью, чтобы начать перенастройку этой эмоции и суметь настроить эту токсичную эмоцию, когда она переходит в сознание и становится чувством. Я благодарю Тебя во имя Иисуса. Аминь. Я доктор Кэролайн Лив. Спасибо, что были со мной. Я вдохновляю вас включить свой мозг.